Заболеваемость коронавирусом в крае активно снижается уже в течение четырех недель. Все реже случаи заражения фиксируются у взрослого населения, за исключением пожилых людей. В профессиональном составе вылечение случаев заболеваемости регистрируется в здравоохранении, образовании и промышленности. Менее всего в сфере услуг, торговли, общепита и культуры. По аналитике Роспотребнадзора нынешние показатели позволяют постепенно снимать ограничительные меры. 7 августа разрешено проведение культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе. Работа предприятия общепита продлена до 23 часов. Игровые комнаты и аттракционы работают при соблюдении ограничений по наполняемости. Медленнее необходимого продолжается работа по выплате компенсации пострадавшим от паводков. Из 13 тысяч забайкальцев не получили свои 10 тысяч еще 3 тысячи человек. Столько же ожидает выплаты по 50 и 100 тысяч рублей. Проезды к 8 населенным пунктам до сих пор затруднены после третьей волны паводков. В частности, село Урюм в Чернышевском районе остается отрезанным от других сел. Еще одной важной темой стала подготовка к прохождению пожароопасного периода. Все прекрасно понимают. Я думаю, не надо объяснять о том, что трава в этом году росла столько, что не было нарыва в никакие предыдущие годы. И она уже весной будет стоять сухая. Это большая зажигалка. Поэтому всем подготовиться. Но до этого с департамента все силы и средства просчитать и полностью уточнить. Если мы видим, что где-то систематически возникают и медленно ликвидируются очаги и возгорания, то в таком случае должны все руководители соответствующие, все профильные ответственные лица в обязательном порядке привлекаться к максимальным формам ответственности. Иначе мы ничего не победим. Трава на оперативном совещании упоминалась не раз. Губернатор обратил внимание на высокую полынь даже вдоль центральных улиц Читы. Первый декад августа закончится. Город Никошины. Стоит уже выше Осипова трава. Причем копейки. Миллион 2-3 рублей. Я не знаю, кто у вас занимается этим. Вы опубличьте это лицо и пусть он ходит, отвечает перед всем обществом, почему так плохо работает. Скорость травы я занимаюсь лично сам, проверяю их. Я понял, Александр Михайлович. Постараемся в этом году закончить как можно быстро. Мы все ждем, когда вы задействуете действующую канализацию. Дожди идут, в канализации воды нет. В ливневой. На дорогах она есть, а по-прежнему в имеющейся сети объектов ливневой канализации воды нет. Понимаете? Это более чем странно. Заливают дожди не только села, но и столицу, осложняя жизнь пешеходам и, возможно, строителям. Иначе как объяснить нулевой процент строительства жилья по программе переселения? К сожалению, все объекты идут с разной степенью отставания от графиков. Что-то незначительно, что-то достаточно серьезно. До 135 дней отставания по объекту болей, 57-квартирный дом, и по Читинским объектам 9-квартирным для детей-сирот отставание очень существенное. Александр Осипов обозначил необходимость разрывать договора с действующими подрядчиками и не валять дурака. Заключать контракты даже с одним поставщиком, но с условием быстрой и качественной стройки. Задача не из легких, а скорее даже невыполнимых. Восстановительные работы по социальным объектам после паводков также стоят на месте. 72 объекта дошкольного, общего и дополнительного образования по всему краю требуют ремонта. Три из них восстановлению не подлежат. Ищите решение, не отсылаемся ни ничего по поводу денег. Строители, прошу не рассказывать, что они не могут найти подрядчиков. Это последняя неделя, когда у вас еще есть время на организацию этой работы. После этого будем спрашивать самым жестким образом. Хватит этой возни уже.